Итак, ребят, всех приветствуем! Хочу пройтись по терминам, чтобы конкретно вы поняли, независимо от того, юрист вы, не юрист, простой человек, как, в чем же составная часть обмана именно, неважно, как это будет называться, РСФСР это называется, СССР, Союз СССР или РФ. В чем весь момент управления вообще вот этими вот глобальными процессами? На самом деле процессы глобальные. Я пройду по терминам, а в конце уже объясню. Хорошо, чтобы все стало как бы над «и». Итак, поехали. Федеральный закон. Все говорят о них. Федеральный закон – это федеральный законодательный акт РФ, принимаемый в соответствии с Конституцией по предметам введения РФ и по предметам совместного введения РФ и ее субъектам. Вот на эту фразу я бы уже обратил внимание. То есть РФ здесь отдельно и предметы совместного введения РФ и субъектов тоже отдельно. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, принятые по предметам введения РФ, имеют прямое действие на всей территории РФ. По предметам совместного введения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Поехали дальше. Я по терминологии. Кто же такие субъекты Российской Федерации? Специально еще раз говорю. Я не собираюсь из этого что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали термины в других немножечко понятиях. Субъекты Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации, или сокращенно субъект Федерации, Федерации, субъект России, субъект РФ, кстати, вам уже говорят, перечисляют. Беру Википедию, потому что более быстрее, во-первых, развернуть это можно, во-вторых, показать. И есть ссылки, переходы, чтобы не искать их. Это название территориальной единицы верховного уровня в Российской Федерации. То есть, верховного уровня в Российской Федерации. Согласно Конституции, Россия является федеративным государством и состоит из равноправных субъектов РФ на данный момент из 85. Субъектов республик, краев, областей, городов, федерального значения, автономной области, автономный округ, ну и бла-бла, дальше поехали. Услышали, да, по поводу субъектов, что это края, областя и все остальное. И что это отдельные единицы. Что же такое нормативно-правовой акт? Это ссылка из федерального закона, просто где написано федеральный закон, открываешь ее, вот открывается нормативно-правовый акт. Это официальный документ, установленный в форме, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа, или вы должностного лица, иных социальных структур, муниципальных органов, профсоюзов, акционерных, обществ, товарищей, или путем, внимание, референдума с соблюдением установленной законодательной процедуры, содержащей общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Услышали, в принципе, да? Ссылочки, если будет желание, в принципе, смысла нет даже их оставлять, можете сами найти. Поехали дальше. Автономная республика. Автономная республика – это форма государственной, областной, запятая политической, национально-территориальной автономной в Союзе СССР и некоторых других государствах и странах. Я беру, чтобы вы понимали, часть из СССР, из РСФСР и часть РФ. У вас картинка сложится, хотя вы подумаете, что это, в принципе, один и тот же материал. Но на самом деле можно разбегаться хоть на то, хоть на то. Все было одно и то же. Что СССР, что Союз СССР. Кстати, я вам скажу, что такое Союз СССР. И РФ, РСФСР. Ну, так поехали. Здесь перечисляются автономные республики. Обратите внимание, я еще хочу обратить ваше внимание на то, как называют везде, в разных книгах, актах, государственных актах, законах. Есть СССР, три буквы С и Р, четвертое. А есть Союз СССР. Это немножко разные понятия, не путайте их, пожалуйста. Ну и вот перечисляется, что с какого года, 1964 по 1991, в состав Союза СССР входила 21 автономная советская социалистическая республика. То есть, автономные советские социалистические республики – это самоуправляющиеся республики Советов, являющиеся одной из форм автономии для национальных меньшинств, населяющих территорию Союза. Неуклонно проводя политику права наций и народов на самоопределение, Конституции союзных республик устанавливают право отдельных национальностей на выделение по решению их съездов Советов и утверждения верховных органов соответствующей республики. Ну, в принципе, вот какие-то были отдельные республики, я их перечислять, в принципе, не буду. Здесь по годам идет, смысла вообще нет, суть видео другая. Поехали дальше. На что с 1961 года по 1991 год было деление территориальной РСФСР? Вот автономно-советские социалистические республики, как вы видите, в принципе, перечисляется. Башкирская, СССР, Бурятская, Края, Алтайский, ну и все остальное. Ставропольские области, вот они. Автономные области, как вы видите. Автономные округа, да, 1978 года, национальные округа, но в принципе они, по сути, и сейчас так и остались. Ну, что-то где-то меняется только в названии, не более того, ребят. Только меняется, поверьте, название. Суть экономики остается та же самая, и выкачивание денег, в принципе, из народа та же самая вся. Города республиканского подчинения, запомните их тоже, это Москва, Ленинград. Ну, и вот здесь с 1900 по 1991 год, извиняюсь, с 1990 по 1991 год, что, как, в принципе, происходило. Нам это не нужно абсолютно. Поехали дальше. Это вот территориальное деление на карте, в РСФСР, в принципе, и в РФ, по сути, ничем не отличается, абсолютно ничем не отличается. Я достал вам карту, показал, чтобы вы понимали, что как деление в РСФСР было, в свою очередь, так и в РФ, в принципе, осталось. Поехали дальше. А теперь хотел бы вам зачитать, чтобы вы поняли, для чего это нужно было, при чем здесь округа, при чем здесь края, при чем здесь республики отдельные. Кстати, до этого я вам покажу несколько конституций и республик, чтобы вы понимали, в чем здесь разница. А зачем я вам зачитаю договор между РФ и республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию республики Крым? Но перед этим, ребят, я вам хочу показать конституции, в принципе. Республик... что-то они у меня все позакрывались. Закон Кабардино-Балказской республики, например, от 1 сентября 1997 года, да? Он у нас идет практически один в один, как РФ-ная конституция. Но только вот некоторые пунктики где-то есть, где-то отсутствуют, где-то чуть подробно расписаны. Суть не в этом. Дальше у нас конституция Карачао-Черкесской республики. Все то же самое. Возьмите, откройте. Даже ссылки не нужны. Где-то, еще раз говорю, просто прибавление есть. Сейчас я вам другие открою. Суть заключается в том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью признания, соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина, обязанность государства. Но никто не говорит, какого государства. Конституция Чеченской республики, 2003 год, принята на референдуме 2003 года. Вы обратите о том, что та конституция РФ, которая является проектом, она не подписана, например, вы все прекрасно знаете, как основной закон и все остальное. А вот в каждой республике написано, что это основной закон, я имею в виду, край, области. Где-то написана конституция, где-то основной закон. В сути я не вижу разницы, честно скажу. Вот, например, в Чеченской республике пункт 2, где по поводу народа сказано здесь на несколько пунктов больше. Например, источником государственной власти в Чеченской республике является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и т.д. и т.п. Вот конституция Республики Дагестан. Она, по сути, ничем не отличается. Давайте вторую статью откроем. Немножко по-своему трактуется, немножко статьи перебрасываются. Например, там во второй статье про человека говорят, здесь в третьей статье. Ну, в общем, чтобы они не подобны. Суть вы приняли, да? Поняли, точнее, извиняюсь. Вот она тоже в 2003-м, то есть где-то в 97-м, 98-м, где-то раньше, где-то позже. А теперь перейдем, в принципе, к самому интересному. Это договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики. Прежде чем читать этот договор, я вам хочу еще раз сказать одну такую вещь. Российская Федерация – это центр, это простой центр, который находится в Москве. Который, это как СССР, не Союз СССР, а СССР, центр управления находился в Москве, чтобы вы понимали. РФ – это то же самое, РСФСР – это то же самое. Только на сегодняшний момент РФ, как вы у нас понимаете, это не РСФСР, вот современный РФ. Это, называйте как угодно, фирма, еще что-то, сотрудничество, иностранный агент, неважно. Суть не в этом. Я хочу вам сказать, что в каждой области это отдельное государство. И на вот этом договоре я это вам продемонстрирую конкретно. И потому у каждого региона есть свой основной устав. Я уже об этом говорил много раз. Обратите внимание. Свое казначейство, свое третье, четвертое, пятое, шестое. Поехали. Долго рассуждать не буду, я перейду сразу к тексту, к содержанию. Итак, зачитываю. Согласно договору независимое суверенное государство Республика Крым, внимательно слушайте то, что я буду сейчас зачитывать. В котором город Севастополь имеет особый статус на основании результатов общекрымского референдума, входит состав РФ, в которых со дня принятия образуются новые субъекты Республика Крым и город федерального значения Севастополь. То есть Севастополь, это у них управление, как, например, Ставропольский край, а Ставрополь это центральный город управления. Вот у них Севастополь. Поехали дальше. Договор вступил в силу с 1 апреля 2014 года, вступление в силу законов о ратификации, но до того времени применялось уже с даты подписания 18 марта, которая считается датой принятия Республики Крым в состав России и образования новых республиков. Текст договора включает в себя преамбулу и 10 статей, в которой изложены положения, касающиеся принятия в Российской Федерации Республики Крым. В принципе, вы его можете прочитать сами, либо я вам это зачитаю. Приблизительно это звучит так. Это первая страница договора. Вот так она выглядит. Давайте я поближе покажу. Российская Федерация и Республика Крым, основываясь на исторической общности их народов, учитывая сложившиеся между ними связи, признавая и поддерживая принципы равноправия и самоопределения народов, закрепленной в уставе Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободы и без вмешательства извне, определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое государство обязано уважать это право. Будучи при исполненной решимости обеспечить уважение и соблюдение достоинства прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу мысли, совести, вероисповеданию и убеждений, всем находящимся в пределах их территории без какого бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права, закрепленной в частности... Поехали дальше. Так, что он у нас... Что-то он у нас не показывает почему-то, решила... А, вот так надо сделать. Так, поехали дальше. Вторую страницу. Не хочет он нам показывать, в общем, первую страницу. Я вам ее сейчас открою, потому что... Вот оно содержание. Ну, не хочет показывать, я вам, в принципе, возможно, зачитаю его потом, а лучше дам ссылочку, я найду и обязательно. Вы его зачитаете, вы поймете, что это вообще отдельное государство, вот именно Республика Крым. А теперь перейдем к более высшему уровню, да? Мы уже поняли, что у нас есть субъекты, называйте их как угодно, я называю это края, области, автономные республики, в общем-таки. Есть у нас центр во главе в Москве, да? И все остальное. А для чего же нам тогда нужен был, в принципе, Совет Безопасности, который входит в 193 республики, в принципе, во всем мире. Итак, смотрите, на сегодняшний день устав, это, в принципе, русская версия устава, точнее, страницы ООН. Написано так, глава 5 Совет Безопасности. И что мы видим? Совет Безопасности состоит из 15 членов организации, Китайская Республика, Франция, Советский 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 Республик, Соединенные Королевства Великобритании, бла-бла-бла-бла-бла. Непостоянные члены Совет Безопасности избираются на 2-годичный срок. Мне нужно было вам показать, что на сегодняшний день, да, здесь, конечно, написано Совет Советский Советский Республик, а самое главное, это не это. А самое главное, есть глава 13, Совет по опеке. Что в ней написано? Совет по опеке состоит из следующих членов организации Объединенных Наций. Это вы именно послушайте более подробно и почитайте. Тех членов организации, которые управляют территориями под опекой. Тех членов организации, поименованные в статье 23, которые не управляют территориями под опекой. Такого числа других членов организации избрано Генеральной Ассамблеей на 3-годичный срок, какое может оказаться необходимым для обеспечения того, чтобы общее число членов Совета по опеке распределялось поровну между членами организации, управляющими и неуправляющими территориями под опекой. Каждый член Совета по опеке назначит одно особо квалифицированное лицо, которое будет его представителем в Совете по опеке. А теперь функции и полномочия опеки. Генеральная Ассамблея и находящийся под ее руководством Совет по опеке при выполнении функций уполномачивает рассматривать отчеты, представляемые управляющей властью. Именно здесь написано то, чтобы вы понимали, что на сегодняшний момент власть делится структурно. И на самом деле, в чем суть обмана, глобальный обман, да, какое бы ни было то название, это управляющая организация. Управляющая организация. И в ней не записано, что, например, там есть какие-то государства или представители государства или еще что-то, да. Смотрите, читаем. Принимать петиции и рассматривать их, консультируясь с управляющей властью. Управляющая власть. Устраивать периодически посещение соответствующих территорий под опеки в согласованные с управляющей властью сроки и предпринимать упомянутые и другие действия в соответствии с условиями соглашения об опеке. Совет по опеке разрабатывает анкету относительно политического, экономического и социального прогресса населения каждой территории под опекой, а также его прогресса в области образования, а управляющая власть каждой территории под опекой, входящая в компетенцию Генеральной Ассамблей, представляет последние ежегодные доклады на основе этой анкеты. В голосовании каждый член Совета по опеке имеет один голос. Решения Совета по опеке принимаются большинством голосов, сопутствующих и участвующих в голосовании членов Совета. Ну и здесь в принципе идет процедура. Совет по опеке принимает свои собственные правила процедуры, свои собственные, включая порядок избрания своего председателя. Заседания Совета по опеке созываются по мере необходности надобность в соответствии с его правилами процедуры, которые должны предусматриваться в заседании по требованию большинства членов Совета. И Совет по опеке используется в соответствующих случаях помощью экономического и социального совета и специализированных учреждений отношений вопросов, в которых они, соответственно, заинтересованы. Что самое интересное, где-то была статья, попадалась мне на глаза, о том, что, ребят, например, именно в СССР был этот Совет по опеке, и он почему-то был до 1994 года. То есть после 1994 года опеки, в принципе, не стало по сути вообще. Почему? Потому что они уже другую форму управления приняли. Поэтому по поводу СССР можно спорить, в принципе, очень долго, но есть суть. Есть очень интересная суть, что есть СССР, а есть Союз СССР. Так вот, СССР — это управление вот этими республиками в центре в городе Москве, да? А СССР — это Союз Суверенных Свободных Республик. То есть он просто Союз. И с 1918 года, по сути, с 1918 года образовалась первая — это РСФСР, Республика Русь. Как угодно она называлась, на плакатах по-разному писалась, но суть, в принципе, одна и та же. Вот. Поэтому к чему мы вернулись? Обязательно почитайте договор, он называется «Федеративный договор», если сейчас получится. Я вам обязательно... А давайте сделаем проще. Я прямо в онлайн наберу «Федеративный договор». И вот что мы видим. Вот «Федеративный договор». Расшифрую немножко, чтобы было понятно. «Федеративный договор» — это договор между каждым субъектом федерации, между республикой, краем и всем остальным. То есть с центром. Именно привязка к центру. И вот они договариваются. Это нормативный договор, а точнее совокупность нескольких договоров, один из основных источников конституционного права РФ в области регулирования федеративных отношений. Состоит из трех самостоятельных договоров о разграничении предметов введения полномочия внутри федерации между федеративным органом власти и органами власти субъектов федерации, объединенных в три группы. Внимание! Суверенные республики. О том, о чем я вам пытаюсь уже давно достучаться. Суверенные республики, как вы понимаете, это суверенные края, это суверенные республики, автономные округи и все остальное. Вот, в принципе, и написано. Края, области, города Москва и Занкт-Петербург, это отдельно. И автономная область, автономная округа. Федеративный договор регулирует общественные отношения в сфере построения федерации и взаимоотношения ее с субъектами, а также отношения между субъектами Российской Федерации. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний момент, кроме федеративного управления, в нашей стране еще существует республиканская форма управления, о ней вы можете почитать. Там как раз написано о воле и заявлении народа, о выборах президента и всего остального. Просто ее стараются не показывать, хотя она в открытом доступе, по сути. Поехали. Документами были подписаны 31 марта 1992 года представителями Российской Федерации с одной стороны и представителями субъектов Российской Федерации всех, кроме Татарстана и Чечена, Ингушетии, с другой, но на то время. Я вам повторяю фразу. 1992 года представителями РФ, кто у нас был представителями РФ? Только Москва. С одной стороны, и представителями субъектов Российской Федерации, субъектов всех. Вот они подписали этот федеративный договор. А дальше 10 апреля 1992 года 4-й съезд народных депутатов одобрил подписанный федеративный договор и постановил включить его содержание как составную часть в Конституцию РСФСР. Однако и после этого федеративный договор продолжил существовать как самостоятельный конституционно-правой акт. Он до сих пор существует. Конституция 1993 года объявила о верховенстве своих норм над нормами федеративного договора. Ну как бы. Но одновременно подтвердила, смотрите, здесь даже говорится, в пункте 3 статьи 11 его действия в сфере регулирования федеративных отношений. РФ является конституционной, а не договорной федерацией, поскольку Конституция РФ имеет верховенство и высшую и лишь силу, а федеративный договор не является государствообразующим. Его сущность и содержание разграничения предметов. Не суть. В 31 марта 1992 года, вот они подписывают договор, а договор о разграничении предметов введения и полномочий между федеральными органами госвласти и органами власти суверенных республик в составе РФ 31 марта 1992 год. И вот, пожалуйста, договор был подписан полномочными представителями РФ и полномочными представителями республик. Вот эти республики. Вот эти края и области. Вот эти автономные округи. Ну, в принципе, вам больше не нужно. Вот это все. Я еще раз повторю, что договор о разграничении предметов введения и полномочий между федеральными органами госвласти РФ и органами госвласти, то есть госвласти это только в Москве, и органами власти суверенных республик. Вот вам СССР. СССР, где он по сегодняшний день, он и жив. Союз СССР, по сути, это и есть союз между краями и областями. Это тот самый договор. Союз СССР, суверенных республик. Но я вам хочу сказать и открыть немножко больше. Для чего же от каждого края, как недавно я накопал, в Москве сидят полномочные представители, например, от Ставропольского края, от Чеченской республики, или представители правительства, там, я не знаю, Кабардино-Балкарии. Для чего же они сидят в Москве? Они представляют каждую республику как союзную. Вот и ответ. Теперь вы понимаете, для чего было создано это движение про СССР и все остальное? Для чего в итоге? Чтобы вас снова отвлечь коренное население и граждан конкретно СССР. Кстати, хочу обратить ваше внимание, откройте паспорт, загранпаспорт 10-летний, и место рождения у вас будет написано. По сути, в загранпаспорте у всех написано U.S.S.A. Но суть не в этом. U.S.S.A. понятно место рождения. А вопрос другой. Зачем край подписывать? Например, у меня написан Ставропольский край. У кого-то подписан другой край. Еще где-то 3-й, 4-й, 5-й. Почему именно края? Обратите внимание. Да потому что это суверенные республики, ребята. Вот вам СССР. Вот вам суверенная республика, край. И вот вам U.S.S.A., соответственно, союз СССР. Это и есть. Теперь вы понимаете, зачем, вот еще раз повторяю, зачем хотели обмануть с этим СССР? Чтобы заново взять опеку над всей территорией, над всеми субъектами, чтобы вы не узнали снова правду. И, соответственно, вами управлять из центра. Им нужно только одно, ребята. Им нужно одно. Почему, как вы думаете, например, не так давно, не так давно это все началось, воссоздали министерство культуры, министерство финансов СССР. Вот люди вещают, сидят. Я конкретной фамилии не называю. И закралась такая мысль. Ребята, а если СССР это были республики? А где Азербайджанская, Армянская, все остальные вот эти республики, которые сейчас не относятся к Российской Федерации? Почему вы их не позовете? Почему в АССР вы создаете на основании того, что есть у нас в границах РСФСР? Ведь это же союзные республики. Это нужно было для того, чтобы вы не узнали и управлять снова из центра. Все, другой сути нет. Теперь, как вы знаете, в каждом регионе вы есть хозяева, у вас есть свое правительство якобы. И на сегодняшний день, точнее, как на сегодняшний день, на осень, на 8 сентября по Ставропольскому краю готовится референдум. А также он готовится не только по Ставропольскому краю, а также по всем, по всем суверенным, большей части суверенным республикам РСФСР. Я надеюсь, ребята, вы поняли. Кому будет интересно, конечно же, пишите, смотрите. Но и поймите, что все лежит на поверхности. Просто нам очень долго запудривали мозги. В течение полутора лет я наконец-таки дошел до того, что понял, как нас обманули и развели. А дальше мы вам расскажем уже аспекты каждой суверенной республики, краю и области. В принципе, вы это можете видеть. И поймете, как же на своей земле управлять и как убирать вот этих чиновников. Но убирать мы будем тогда вот этих чинуш, когда мы все осознаем это. Это не один, не двоем, не троем. А когда вот уже край очухается. Население края очухается от того, что его разводили. Тогда да. На этом, ребят, благодарю. Смотрите за дальнейшими роликами. Извините, что такой долгий. Но по-другому объяснить это очень было тяжело. Благодарю за внимание. Всем пока.